Да. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Мой 385. Событие дня. Притча 28 глава 9 стих. Кто отклоняет духа свое отслушание закона, того и молитва мерзость. Это за 31 декабря, последний день 2016 года. Сегодня придется на новый день, на новый год, менять эпиграф. А его можно было держать весь год. Это касается абсолютно всех. Всех. Все, какие бы ни были люди, какой бы веры ни были, какой ереси ни были, результат один. Можно читать Слово Божие и не обращаться к Нему в своем заблуждении быть и все. Ну и дальше сразу начинаем говорить. Так, это за 31-е, 12-е, 2016 года. Андрей Баймерзаев. Батюшка Игнатий, простите меня, пожалуйста. Я уважаю творчество Владимира Высоцкого. Он русский поэт. А стихи Сергея Есенина? Неужели это от дьявола? Простите меня, пожалуйста. Дайте мне ответ. По скриптум. Спасибо. Ну, как сказать. От Бога и от дьявола. Человек может одновременно делать. Менять свое отношение. Талант дан от Бога, талант от Бога. А как он его использовал? Если только он писал пакости разные и прочее, то это никак не от Бога. Дальше он этим талантом пользовался, играл и сатана наполнял его. Высоцкого, что ты возьмешь такое, что для спасения души-то было? Кривлялся наркоман, пьяница, блудник, матершинник, табакур. Ну, все, что можно было, собрал. Его хотели там за разные дела прибрать. Но Андропу в то время было, он ответил, представитель КГБ, не надо. При таком стиле жизни он долго не протянет. Ну, и действительно, вскоре он и отошел. С ним ничего не могли сделать. Никто этого не скрывал. Он не знал ни верности, ни в семье, нигде, ни в чем. Он ни на кого не смотрел. Он одержимый был демонами. И он все время черти этих видел. Клали его в больницу. Сколько с ним мучилось-то это? Зачем она за него пошла-то? Одна, другая за него идет. Там дальше сколько попутного у него было. Это разные говорят сами. Считать даже страшно. Стихотворение со смыслом есть где, но дальше-то никак. К спасению он никого не мог привести. Не мог, потому что не знал. И стихи его не были благодатными. По-человечески, да, мне они нравятся. Я многое, ну, не так и многое. В своих книгах, когда поэты за 300 лет у меня употребляют 26-й том, там ответ Демьянову бедному. И все. И сам он не мог поверить. То ли я поэт, нет, да, из провинции. Да меня знали. И дальше-то он и женился, и женился. Сколько там официально? Раз, шесть. Ну, одно и то же, одно и то же. Одно же это плоти гнилье. Сидоры там разные. А дьявола труд их. А дьяволу. Представьте, талант. Если бы они писали так, как Григорий Нарикотси. Вот тут понятно. Или Семен Яковлевич Натсон. Вот это мой любимый поэт. Тут понятно. И отношение трепетно и к женщине у него, к девушке там. И к жизни. И вдруг мой брат, мой усталый, страдающий брат, почитайте песнопения положены. Или Христос, где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви. Взвини, твой храм поруган торгашами. А меч, что ты принес, запятнан весь руками, повинными в страдальческой крови. Взвини, кто учит мир, чему когда-то и ты учил ее под тяжестью креста. Как яркое их клемо порока и разврата. Какие лживые застраживающего брата. Какие гнойные открылись уста. О, если б только зло. Но рвать со всей душой, рассеять это зло. Трудиться для людей. И горько сознавать, что обруху с тобою кричит об истине, ломаясь пред толпою, прикрытой маской продажный парисей. Ну найдите такое стихотворение у того и друга, которое вы упоминаете. Да нету. Они не знали, здесь сердце. Здесь дух. Здесь благодать. Они не носят стихотворение, он бы не написал так. Почему? Потому что там, где должна была быть благодать Духа Святого, там дьявол всевал все надмение, оскорбление. Ничего не связано с Библией. Ни одного слова нельзя было со Священным Писанием связать. Нет. И все это хрипело, хрипело. А вот он говорил, нравилось, подражать стали. Да всему будут подражать. Ну и умер дальше. То что, какое, где? А ничего нету. Кто-то обратился? Нет. Нет, никто. Так он преступники, все его любят. Вот это как раз и говорит. Почему они Григория Энрика Сея не любят? Натсона они не любят. Но есть стихотворение у Некрасова, хорошее, печальный за русский народ. И тоже его не любят преступники. Такие поэты-то не один, а в случае Вскового возьми, Яхонтова, у Фруга сколько таких стихотворений есть. Александр Марьясов пишет, собираясь на вечернее богослужение, сегодня в храме, как и завтра утром на божественной литургии, народу будет очень мало. Благодарю Господа за еще один прожитый год, за то, что вы были с нами, за то, что слышали и слушали ваши наставления. За то, что пользовались вашими трудами и во многом примерами. Благодарю Его за то, что вы есть со всеми братьями, что свел меня с вами. Низкий вам всем поклон и всех вас с новой датой исчисления нашего земного бытия. Спаси Христос. Веревочные парки. Так надо назвать веревочные парки. Но я знаю, кто это говорит. Вас с наступающим. Мне были интересны комментарии с комментариями Нового Завета Феофилакта. Простите, если чем обидел, нагрубил, нахамил, но неразумию и горячности. Дай Бог здоровья спасет да очистит Господь душу мою. Так и было. Было-было пакостное, всякие пакости. Делал, говорил, пьяный был. Ну и он вчера написал это. Женатый. А мать, наша прихожанка. Эти дни заболела. Я ей сразу позвонил. Смотри, вот мы за этого сына там молимся. И какие-то изменения есть. Я принимаю, что он искренне это пишет. Я говорю, отца порадуй. Изменения какие-то есть. Они не знающие. Семья большая. И вот он такой непутевый. И столько горя просто не выскажешь. Ну будем молиться. Дальше. Юлия Долбнева. Так. Улыбается я, то это понимаю. Отлично. Только вот те наши выцерковленные в кавычках найдут всякие причины для, в кавычках, развенчания. Это я говорил о венчании, которое тут один, ну как, батюшка один развенчивает. Это вроде рассказа. Например, что это я типа мужа оставила. Хотя я терпела этот проклятый садом полтора года. И мы вместе приехали оттуда. Только для него это стало невыносимым сознавать. И он сам ушел от нас обратно. Но только туда теперь меня обратно под страхом смерти не загонит. Вот была бы любовь настоящая, христианская. Ничего подобного и не было бы. Но пока все в подвисшем состоянии. При живых мужьях и женах и речи не может идти о других браках. Да и зачем оно это надо? Эти мужики, бабы. О, молодец. Оно мне нравится, отвечает как. В голове следит все время, все это слушает. Где-то я поговорил с ним. Зачем это тебе надо? Ну зачем? Ну успокойся. А что, чаще исповедуйся, причащайся. У него больше ничего нет. Попыха то он причащил. Не развейте. Как говорится, лицо не испорчено интеллектом. Такая озлобленность прям дикая. Алена Сайдуганова. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Наша семья смотрит ваши видеоролики. И сердечно благодарим Господа, что он явил народу такого человека, как вы. Благослови Господь ваши труды, чтобы они служили светом для неверующих людей. С Богом. Алексей, мой муж и Алена. Дмитрий Анатольевич Краснов. Игнатий Тихонович. Где Игнатий? Ты прочитай, как он пишет. Игнатуатий. Ну одну букву О поставил. Тихонович, очень вас прошу прокомментировать. Опять ошибка. Хотя бы тремя фразами эту передачу. Передача. И она не открывается никак. И тут же сразу еще. Я ее не могу открыть, а он мгновенно. Ну просто она пробил поставить после передачи, и она откроется. Мне уже смотреть неохота. Если есть ваши драгоценные, от чистого сердца не пустая похвальба. Понятно. А то он спрашивает. С такими словами разве можно... Ну понятно, что ему это не надо совершенно-то. Анатольевич, Краснов. Дальше. Так. А на этот вопрос время. На этот вопрос время. Если у вас драгоценные, вопрос время. Ага. Я отвечаю. Так. Прежде чем начать подыскивать беспокаянные слова упреки, дайте сначала объект вашего внимания. Ничто не открывается. Пустое место. ТВ-24. Мальцев, в кавычках, от православия. Это название ролика такое я встретил. Игнатий Лапкин. Наш ролик берут его, к себе переписывают. А под ним теперь любые комментарии. И пакостят, там матерятся, и что угодно. Так. Жириновский вид православия. Игнатий Лапкин. А почему я не понял Жириновский-то? Ну что непонятного-то? Жириновский такой, и вас с Жириновским сравнивают. С Жириновским меня сравнивают. Канал домашний. Да Жириновский самый умный. Может быть, во всей Думе. Его ждут выступления. А ничего один-то он не может сделать. Вот он сказать сказал, у него ни большинства, ничего нету. Он умный, у него несколько высших образований, знает иностранные языки, полковник в военном деле. Ну какие депутаты такие-то еще есть? А может быть, какой-то Миронов там еще. А остальные-то ничего нигде нет. Так, первый комментарий. Игорь Вилов. Вот-вот нажмите. Канал домашний называется. Ну откройте его, посмотрите. Контрол здесь нажмите, потом давните. Дальше. Вилов. Вилов. Пора государству признать эту деструктивную секту экстремистской организации. То есть против нас. Вот смотри, что пишет. Это под этим роликом. Вот такое. Дальше. И запретить о священноначале РПЦ МП предать Лапкина и Лапкинцев анафеме. Видите как? Вы берете, что хорош. Я подряд все беру. Ну какая-то это вам польза-то. Вот вы узнали. Вот они пишут. Там пишут матерки. На три, на пять букв как угодно гонят. И они, ну здесь-то их модераторы могут убрать, а там никак не уберешь. Ну а тот к нам-то какое отношение имеет-то? Он у моего дома, я убираю. Он копию дома нарисовал где-то. И теперь там гонят. Ну а какое я отношение туда имею? Игорь Вилов. Ну я поясняю. Игла. Разве тут виноваты самостийная Украина или игиловцы, что человек или дьявол лопается от злости, просмотрев такой мирный видеоролик? Не торопись считать, чтобы яснее, победленнее. Может быть у этого, кавычка, комментатора есть что-то выше и лучше и дешевле на нашу бедность? Увы, отнюдь, ни фото, никто откуда и за что так люто натравливает на нас государство и РПЦ. Значит, этот недочеловек напрямую не может повлиять ни на государство, ни на церковь Восковской Патриархии. Такая нечеловеческая, а именно сатанитская злоба выплескивается только в самых тайных засланцев в среду православных. И как-то связанных с пресловутыми, кавычки, миссионерскими отделами. Как из Америки, из Филадельфии, Скуратовский Виктор, как бы перешедший из баптистов в православные. Вилов. Я поясняю, что такое Вилов? Вилов. Владимир Ильич Ленин. Вилов. Нежить из Вавилона. Избрал себе скрытный псевдоним Вилов. То есть детище самого лютого ненавистника православия. Поистине, Бог шельму метит. Он этого не знал. Я ему расшифровал. Откуда он это взял? Я поясняю дальше. Так, пророк Иеремии, 51 глава, 44 стих. И посещу вилла Вавилония, и исторгну из уст его проглоченное им. И народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские впадут. Премудрость Соломона, 2 глава, 11 стих. Сила наша добудет законом правды. Ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику. Ибо он в тягость нам, не противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона, и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание о Боге, и называет себя Сыном Господа. Он перед нами, обличение помыслов наших. Тяжело нам осмотреть на Него, ибо жизнь Него не похожа на жизнь других, и отличны пути Его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных, и тщеславно называет Отцом Своим Бога. Увидим истинные слова Его, и испытаем, какой будет исход Его, ибо если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем Его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение Его и видеть незлобе Его. Осудим Его на бесчестную смерть, ибо по словам Его о Нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила. Причина какая, причина. Злоба ослепила их. И они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость, и не считали достойными награды душ непорочных. Как в фильмах ужаса показывают таких с раскрытой пастью, с клыками из пасти течет кровавая слюна до полу, висит лентой. Ну как такой злобой может не подавиться сам пишущий? Он приговорен. Он часто исповедуется и часто причащается. Это как правило. Вот такие люди делаются невыносимыми. Вот на нас нападали, когда Роспотребнадзор, дети. Все пишут, какая несправедливость. Собирает подписи там. И только один Скортовский, только один. Это вершина падения. Из Баптиста пришел Якова в православие, а им дают задание. Ты там пакости делай, не дозволяй говорить, что мы не церковь. Я уже знаю, их тактику все исследовал где-то. И он, наконец-то, прихлопнули этого упыря. Это давно надо властям было заняться. Вот это вот, это экстремистская организация. Ну власти смотрели, ничего, ничего нет. Он бешеный. Он сумасшедший. Это сатана его полностью обуял. И он теперь где-то его заблокировали. Теперь он пишет, Татьяна Скортовская где-то. Он ничего не может. Одна злоба просто пенится и лопается. А почему? Потому что не бодрствовал. Мы за него молимся. Я специально сегодня молился, поминал его имя, чтобы Бог вразумил его. Не дал ему умереть, сгинуть в этом состоянии. Был такой гонитель Юлиан Отступник. И когда его поразил Господь, Василию Великому с неба прозвучал голос. Пало мерзкое животное. Пало. Не умерло, сдохло. Пало. Этих людей ждет примерно такая же участь. Я ему ничего не сделал. Ну понятно, дети преследуют. Мы прячемся. Везде детей отнимали, в автобусах там томили. Я в курсе того, что в Союзе делалось. Но я ни одного ребенка не дал прикоснуться даже к ним. А он лопался в это время. Наконец-то Бог услышал нашу молитву. Какой Бог? Откуда? За нас молились все. И мусульмане, и баптисты, и православные старообрядцы. И Бог услышал. И суд. Они проиграли. Он даже не понимает. Суд проигран. Замолббе зализывал свои гнойные раны. Нет. Он только увидел, где от супник выступает, у Дмуха Саши, он сразу же выскочил. А, этот такой-то там экстремист, его немедленно надо там предать анафеме. Он не знает, что. Его слушают. Почему? А такие же люди. А что он может показать свое? Нет, ничего. Одна там встреча, он там с сектантами сидит и ублажает их. А не церковь. А всю церковь зачем ты пришел-то? Ты там трудился, показал пример. Таких делать нечего. Тебя оттуда вышвырнули. Как поганцы. Тут и так понятно. И когда с ними разговаривали, были передачи, он обязательно лежит, он развалившись вот так вот, сидит все время. Ну и сядь прямо-то, хоть маленько-то сидит-то. Он не в сыновья годится-то. Хам. Хам страшный. Так, послание к евреям, 10 глава, 26 стих. Ибо если мы, получив знание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника, я ему свидетельствую, что будет. То, в кавычках, обличитель Лапкина. Это тоже целые ролики. Ставит, выдергивает, дальше снабжает, там кровь какая-то течет. Это ничего не делает. Начинает сжаться к нашим ресурсам. То, в кавычках, Свет Христов. Он же на себя называет Свет Христов. С какими претензиями? А я поясняю, что это Свет Христов? То есть? То есть, миазм из тьмы преисподней и мрака гиенского. Вот кто такой Свет Христов. Сатана принимает вид ангела света, под Христа подделается, служители. То воля Божия, в кавычках, то есть, из наркотических извержений, нахлынет с кирпичами. Ну, вы знаете, от ацарионов, там называют, наконец-то его хлопнули, одна пыль пошла, ничего нигде нет. Им тысячи их жалких жизней, пустых и бесплодных не хватит, чтобы на все наши видеоролики отвечать и успеть у нашей колокольни помочиться. На нашем видеоканале около 6500 лично наших видеороликов. Из личного опыта. Если это еврей, пусть даже и православный, то почти всегда он как бы имеет наказ от своего Кагала, опровергать протоколы сионских мудрецов. Что это? Что это не программа. Что это не программа притеч Машаха, а подделка царской охранки. Вот. Если же это фигура от сектантов, то его лживый, кавычках, переход в православие выявится через его утверждение, что и там была церковь, откуда он пришел. Из любой конфессии и любой деноминации, то есть, из любой ереси. Конфессии нет слова. Это сатана, два слова подставил вместо слова ересь. Ересь заменили словами конфессии и динаминации. У них никогда слово ересь не встречается. Я исследовал, наконец, нашел. Мастер и Маргарита, первая серия, 2005 год, мини-сериал. Вы можете подумать, ткните и посмотрите, там Ванан беседует о смерти. О смерти. Очень хорошее рассуждение. Булгаков вложил слова, сатана это знает, что человек не власти над собою. Он не может распределить себя, распорядиться собою. Далее, встреча, беседа с мусульманкой, с Амирой, 2013 год. Вот, вот, ткните, и сразу будет еще с мусульманкой. Вот, пожалуйста. Вот там, возмездие за грех смерти в доме. Дальше. Вот еще беседа с той же с мусульманкой по скайпу. Еще. Вот. Вот, вчера мы на вечернем богослужении были. Вот, прислали материал, я другим вчера раскидал его. Чин развенчания. Значит, приходит к престарелому батюшке молодая пара и просит их развенчать. По той причине, что они, мол, характерами не сошлись. Батюшка с сочувствием отнесся к их просьбе. Слава Иисусу Христу! Ну, коль так, то нужно горю помочь. Пойдемте, развенчаю вас. Муд с женой радостно идут за батюшкой, предвкушая сладостный момент, когда бремя неудавшегося брака будет снято с них, и они смогут с чистой совестью попробовать еще раз. Будут прищищать все ходить, все, несколько жен будет, а такое и делают. Батюшка вошел в алтарь, облачился, праздничные белые ризы, возжег светильники, ну, в общем, все как на венчании. Развенчивающихся поставил под амвоном. Это такая полукруглая ступенька напротив царских врат в храме. Отверт царских врата взял в руки на престольной Евангелии. Оно обычно заковано в железный чекан и оклад и весит немного, немало, килограммчиков 16. И, подойдя к жениху, торжественно спросил его, желаешь ли, раб Божий, Иоанн, развенчаться с рабой Божией, Еленой, попрать обеты, данные Богу, в таинстве венчания, стать клятвопреступником? Да, честные очи, желаю. Батюшка со всего размаху огрел мужа Евангелия по голове, и пока тот приходил в себя от шока, подошел к невесте и также не менее торжественно попросил и ее, раба Божия, Елена, желаешь ли развенчаться с рабом Божиим, Иоанном, попрать обеты, данные Богу, и стать клятвопреступницей? Ответ. Да, честные очи, желаю. Эхом отозвался в пустом храме удар Евангелия по голове супруги, а батюшка уже стоял перед мужем и вновь задавал ему тот же вопрос и, получив утвердительный ответ, хорошенько размахнулся и опустил Евангелие на голову незадачливого мужа. После этого подошел к невесте и совершил ту же процедуру. Так и ходил батюшка от жениха к невесте, от женивесты к жениху, вопрошая их об одном и том же и хорошенько прикладываясь к их головам к святым Евангелиям. Пока те в отчаянии не закричали «Батюшка, да когда ж закончится, точи на развенчание!» Ответ. А покуда смерть не разлучит вас. То есть, забивать до смерти будет. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович! Завершились сущные прецессионные рабочие будни. Уповая, что наконец-то на си ближайших днях вдоволь посмотрю новые ролики. Те, что не успел на этой неделе. А синим злободневным анекдотом поделился брат Михаил Домнич. Вот это вот как раз я просчитал. Юлия Долбнева. Игнатий Тихонович, простите, не получится позвонить по скайпу. Приболело, чувствую себя, неважно. К тому же с мужем все на пределе. Мы раздельно живем сейчас из-за садома соседского и общего непонимания друг друга. Но тем не менее, знаете, как он за вами следит? Спаси Христос за понимание. Игла положительная и тут есть. Кто бы за нами не подсматривал, все получают огромнейшую пользу. Бог в помощь всем Степанам, Иванам и Романам. Александр Цихоцкий. Результат отхода от православия. Вот надо посмотреть вот этот видеоролик. Там лежит убитый человек. Это мне с Украины прислали. Так, Лидия, которая вам неоднократно звонила, которая ушла в Иеговисты, с которой вы беседовали, будучи в Доманевке. Ее сын Александр ушел еще дальше, в мир. И уже в возрасте 38 лет жизнь для него потеряла смысл, совершил суицид. Там тигр, и он туда к нему прыгнул в клетку, это большой полигон, то ли разбился, то ли еще. Михаил Куденцев, спаси Христос, теперь уже полный комплект. то есть они постепенно получали книги, выписывал, и вот вчера прислали уже фотографии, получили полностью. Сейчас еще хочу показать, порадоваться. Вот, вот, пожалуйста. Получили они, выписали, семь книг посылали. Вот оно, все здесь есть. Вот она, книги всяко раскидывает, пожалуйста. И как одета, закрыта, все. Люди есть, которые имеют. Вот, теперь она книги показывает, пожалуйста. В трех варьет книги какие. Чудесно, как картинка какая стоит. Вот так. Вот я получил, у меня закон такой, кто получает книги, чтобы получать все книги, сделали фотографии. Вот они сделали. Дальше. Александр Митропольский. Игнатий Тихонович, скажите, сотовые телефоны это чудеса последних времен от лукавого или это сила человеческого разума, наука, прогресс? Лично я от сотовых отказался и хорошо себя чувствую. Игнатий Лапкин, если возможно, если возможно, телефон чудо, данное Богом для отвода лучшего на небо. вот помещение ему сказалось здесь. Самое лучшее, драгоценное, ты пользуешься этим временем, не надо бежать никуда, раз согласился, застряла где-то машина, никто не знает у нас, только дали телефон, все, пурга, наши застревают, а сколько людей где-то терпят бедствие, телефон, в армии там обижают, откуда убивают, телефон, и телефон вдруг от дьявола, я вот не отказался, ну ты дома сидишь, тебе он мне не нужен, у меня вот телефон, он есть, вот мне подарили, я никуда не звоню, я обхожусь, но год хотя бы раз я попадаю в ситуацию, когда обязательно надо позвонить, потому что рядом никого нет, у кого телефон, а мы застряли на машине, ехали, и вызывать надо пешком идти туда 12 километров, а там еще найдешь или не найдешь, а тут я позвонил, нету, я второй, звоню ближайшей деревне, которая есть, и сразу пришла помощь. Юрий Соболев, действенный метод, это о разводе, а то вчера у нас на занятии развели некоторые апологию церковных разводов, немощь, мол, человеческая и прочее, коле поставили бы этот вопрос сразу по канонам, да при общинном изучении Библии, какие бы были разводы, тут нам православным и к соседям и наверцам заглядывать не нужно, живой пример есть свой, старообрядцы, и хотя на учение по слову там почти никакого, сумели ведь сохранить жизнь без разводов? Я отвечаю. Игнатий Лапкин, без разводов нет никого, у старообрядцев при живых тоже по несколько раз венчают. На немощь ссылается, одну жену не потянул и посягает на вторую. Немощь, немощь была, так ты бы все и вообще жениться не стал. Вики Олсен, поздравляю всех с Новым годом и Рождеством Христовым, додаст Господь по милости своей всякое благо просящему Него, пусть жизнь каждого из нас будет благоуханием Христовым для провозглашения Его жертвы во спасение незнающим Бога. Такой ответ дает человек, знающий Писание, не православный. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Это все берется из Священного Писания. Игнатий Лапкин, У нас был развод, но таковые выбывают из числа верных и стоят соглашенными, если их вина. Но повторно брака при живых у нас не было и не предвидится. У старообрядцев есть до трех раз при живых женах венчают. Я могу назвать фамилии и проще. Юрий Соболев. Про старообрядцев я значит опрометчиво обнадеживался. На немощь ссылается. Одну жену не потянул и посягают на вторую. Посмеялся от души Игнатий Тихонович. Видел передачу осенью про некое племя, которое живет на искусственных бамбуковых островах. Так вот, они даже не понимают, что значит развод. Оно и понятно. Куда с такого плавучего острова денешься? А куда разводиться-то? Никого больше и нету. Олег пишет. Значит, через нечестивого священника может действовать благодать. Господь может нечистый сосуд и потреблять для служения. Явный развратник, наркоман и пьяница, священник. И через него благодать... Это уже не один раз отвечает, уже отвечал ему. Его никак нельзя отбить. Почему? Пораженный упрямством. Сатана уже не дает не разуметь. Я отвечаю. Так Игла. Чтобы остаться живым, посмотрите на себя внимательно. Не только в это зеркало, висящее на стене, но и во свете Святой Библии. Я уже один раз вам ответил на это, но вам не имется. Вы снова и снова показываете знания Писания из жизни, не имея ни того, ни другого в достаточной мере. Не надмивайся, а то Бог проткнет этот пузырь, ибо у Бога всего много. Припомните события с Моисеем, давшим закон нравственного поведения и в семье. Но тут же оказался не только непримером, но явным соблазном для своих современников и последующих потомков. Вот если через нечестивый, согрешающий Бог не действует, ну давайте посмотрим, как Бог делает-то. Число 12 глава, 1 стих и далее. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? Услышался и Господь. Я сказать, написал закон, принял, ты же дал закон-то и сам его нарушаешь. И Господь это услышал. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону Его нельзя было назвать кратчайшим. Представь себе, не по его было. Пока он был, люди собрались обратно возвращаться. Ну надо было уговаривать там, ходить, послать агитаторов. Ничего нету. Кто Господень ко мне? Сыны Ливейны подошли. По шатрам режь подряд, кто хотел. 3 800 евреев за... 3 800. Да с ИГИЛом воюют, бомбят они за год, может, не убили столько. 3 800. Сразу, за несколько часов. Это кратчайший. Своих родных, близких, которые имели свободу, Бог наделил свободу и хотели вернуться. Но тебе ли это судить? Уже в трупы лежат. Так еще кто домой хотел вернуться в Египет? Режь всех подряд. Какой? Он доказывать ничего не умел, Моисей. Да и был бы оратор какой, тот заик. Но это мы говорим просто так и следуя. И теперь ледяные тоже сказали ему, ну, мы не хотим тебе подчиняться? Чего ты на даме команды, что? Мы такие же, как ты, мы ничем не хуже тебя. Завтра Бог покажет. И живьем в ад, живьем, с женами, с детьми. Это единственный раз на всю мировую историю было. За что? За отделение в секту. Ну, можно было их уговаривать, сектантов. Сектантов не надо уговаривать. Они приговоренные в ад идут. Все на этом кончилось. Чисто 16 глава. Так, и услышался Господь, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Видите как, кратчайший. Из всех людей на земле, которые женщины, там, ребенок, и он более кроткий, да более жестокий, даже трудно найти. Семь народов он готов уничтожить, порубить все. Наследие. Но это наша мерка, другая Божья. Так, и сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скиний и позвал Аарона и Мариам и вышли они оба. Они вышли, понимаете, Бог отдельно их вывел, то есть люди видят, что все нормально. Мариам справедливо его упрекает. Но нельзя иметь было жену, тем более иноземку. Чего ты рядом и пиоплянку? Своя жена есть. А куда делась эта сепфора? Ничего. Теперь Бог начинает раскладывать им. И не говорит, что он виноват. Не об этом речь идет. Речь идет о статусе человека. Что позволено, говорит, что? Юпитеру не позволено быку. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. Ну как он верен-то, когда он нарушил, нарушил дравственный закон. Дальше. Устамик, устам, говорю я с ним, и явно они в выгаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись убрекать раба моего Моисея? Вот как? Как же вы не убоялись? Как ты не боишься против священников говорить, что все недостойные? Этот Олег, он вне церкви. Он вообще закаленный сектант, еретик. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказу, и как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Все. А дальше Бог отвечает как? Если бы отец, говорит, плюнул в лицо, то будет осквернена за наглость ее, да? Это Бог плюнул в лицо ей. По человеческим Мариам невиновна. По Божественному во всем Израиле не было более виновной. Во всем мире не было более виновной. А теперь он за ее будет ходатайствовать. Так, на чьей стороне окажетесь вы? Но яд сектантско-сатанинского суемудрия поразил ваши мозги и совесть. Упрек Мариам был абсолютно верен, если бы она это сказала рядовому. У вас никакого страха Божия вообще нет. Вы заблокированы дьяволом, безблагодатны. Пакость своего разложившегося ума размазывайте по эфиру. Зачем вам это? По всем меркам и канонам Святой Библии Давид самый настоящий серийный убийца. Похититель чужой жены, развратник, мазохист и садист. И одновременно с этим он пишет самую читаемую 3600 лет книгу Псалтирь пророчествует и царствует и Бог благословляет его. В законе Моисеевом нигде не сказано, что если человек достоин смерти и покаялся, то нужно простить его. Этого не было. При двух или трех свидетелях отрекшись от закона без милосердия, без милосердия злостовит Бога, злостовит отца и мать. Ну я понял, я каюсь, это хорошо, что каешься, но побить и должен камнями. Все. У Бога совершенно другая шкала для Давида и от похищенной жены рождается самый премудрый человек, который даст миру чудесные три книги. Значит, наши мерки оказываются ошибочные и клеветнические. У Бога нет прощения для Дафана, Аверона и Корея, ни в всем веки не в будущем, и вы являетесь как сектант и еретик их кровным последователем и наследником. Все до единого святые отцы утверждают, что благодать немало не терпит ущерба от недостоинства священнослужителя, хотя от этого ему самому никакой пользы, а только ущерба. Если бы вы были духовный человек, вы бы увидели, как дьявол ослепляет вас. Вы буквально облеплены со всех сторон демонами. Даже слушая толкование блаженного Феофилакта, вы и здесь пытаетесь сектантскую казуистику размазывать по ушам слушателей. Вы можете только плакать и слушать, а не лжемудрствовать и высокоумничать. Больше не пишите и не спрашивайте. Для вас все дано здесь, но вы отвергли истину, возлюбив тьму. Вот вот ему ответ. Это сегодня уже 1 января я ему отвечаю. Ну а как думаете, он примет? Не примет. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. Упрямство сатанинское просто. Намертво стоит. Он не слышит, ему говоришь, он все время руку тянет. Он не может слушать, не может. Я ему тянул материалы о церкви, о священстве, прочитай, законспектируй, и тогда можно будет говорить. Он не может считать готовые материалы. Не может. Бубнит и бубнит свое. Алексей Митропольский. Ясно. Отец Василий Новиков, тульский священник, я видел с ним смотрел. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю, что сотовое дьявола. него на службе женщины падали одержимые, и из них бесы говорили. Говорили бесы, что телефоны от демонов. Он не занимался отчиткой. Он только этим занимался. Ну на службах его такое происходило. Его выгнали из тульской епархии. Он служил отдельно. Потом его убили за то, что правду говорил. Про ИНН и паспорта. Про штрих-коды. На службе у него бесы прямо говорили из женщин про это. То есть про телефоны говорили, про это говорили женщины, демоны говорили. То, что я смотрел, меня прямо скажем потрясло. Сейчас скину вам ссылку на одно видео. Но я думаю батюшка был настоящий. После его смерти две фотографии его замироточили. Там свидетельствуют его прихожанки. А мироточение может от дьявола быть. И кто это говорит? Комиссия патриархийная, где Иоанн Экономцев архимандрит, Павел Флоренский, что черти над нами смеются из потустороннего мира. А мы голову ломаем. Больше заниматься нам нещим. Я отвечаю. Благодаря мобильному телефону спасены не тысячи, а может быть миллионы человек. Вот потому дьявол и лютует против телефонов. Но любое изобретение дьявол старается использовать в своих интересах. Даже самые обыденные вещи. А кто спросил? Я спрашивал. Огромный зал, 750 человек было даже офицеров, милиция. Ну то есть я перед большими аудиториями выступал. Кто изобрел телефон? Ни один ни разу не ответил. Ни учителя никто. А вы слышали, что такое есть Мартин Купер? Нет. Ну вот он изобрел. А интернет это важное дело. А кто изобрел? Не знает. Тим Бернер Сли. Тимофей. Мы каждый день молимся. Сейчас данный момент. Я сегодня ночью молился об этих людях, что Бог дал им покаяние. Они такое добро сделали. Так а люди пользуются дурно. Ножом дурно пользуются. Пшеницей дурно пользуются. Бог дал член человеку для размножения. А через этот член сколько зла, сколько измены, сколько убийства, сколько насилия. Дурном направлении. Все. Дальше. Я просмотрел много роликов от отца Василия Новикова и скажу, что его самого надо отсчитывать как глубоко одержимого. Это я отвечаю. Я много смотрел его. Ничего нормального нету поведения его. Его отлучили теперь. Кто отлучили его неправильно сделали епархито. Ну неправильно так по делу его нельзя было уже служить никак. Вы ссылаетесь на свидетельство бесов, демонов, чертей. Что это они говорили? Брать в свидетельство истины, нечесть падшую с неба, древнего змея, дьявола и сатану худшего состояния трудно придумать. Трудно придумать. Тут у меня ошибки, это не я печатал, я попросил тут считаю, другие отпечатали мне, поэтому не успел ошибки исправить. Евангелие Теана 8 глава 44 стих Он лжец и отец лжи. Вам самим не страшно, что вы слушаете дьявола, говорящего в бесноватых женщинах? Отец Васильев это верил. О смерти его мы ничего не знаем, но он был упрям и не покорив, в духовных вопросах абсолютно невежественен. Да не вменится это ему, да простите ему Господь. Что касается ИНН и паспортов, то сверши на начале патриархии дало ясный и четкий ответ, противоположный ответу отца Василия. Вот весь ответ на эту тему, ну и дальше посмотреть наши ресурсы. Ну сейчас я немножко беру, да, это вот мой мир, в моем мире. Вот все он тут пишет, вот за это время пока говорили, метропольский зашел, что будет говорить? Так а ему еще не отправили разве это? Не отправили, а как так отца Василия? Это метропольский пишет? Вот это да, ну да, а почему бы не отправить? Ну давай ему это подправим, ему как раз будет это известно тогда. ну вот такое дело. Ну что тут показать? Вернуться надо на наш ресурс мой мир. Вот посмотрите как он выглядит. Тут легко переписывается, легко все что есть здесь. Сколько у нас здесь видео? Видео 4994. Ну почти 4-5 тысяч только. И фотографии 20 555. Вот Господь как делает. Это наши, не чужие. Это очень очень богатый ресурс. Второе это во свете Библии форум православный. Вот смотрите первая тема какая сейчас у сразу. Так новогодними подарками аут. Происхождение Деда Мороза Снегурочки из Санта Клауса. Вот придите посмотрите зайдите посчитайте кто такой Дед Мороз откуда он взялся. Еще что вторая тема Новый год. Вот тоже Новый год. Посмотрите что он означает стоит ли его отмечать. Зайдите посмотрите не ошибетесь. Ну все ткните только сюда и сразу зайдете. Ну и православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Тут где-то шесть с половиной тысяч видеороликов наших. Вчера только занятия были. Сейчас пока долго еще не трогал я. Занятия 17 цифр а уже 42 вещи он проводил занятия Игорь Добунов Посмотрите как он проводит занятия по исследованию священного писания больше 90 надо же по 99 почти 100 через сколько это 5 часов назад было ну и очень большой ресурс это библейский православный сайт и в нем тут много 50 книг аудио немножко хотя бы коснуться вот работы сейчас берем мы 40 пункт работа и я хотим озвучить чтобы люди имели тут нельзя показать вот это поэтому я ее копирую вот так вот контр S а после этого вот так вот делаем контр л вставляем контр л опять выставляем и меняем шрифт вот так прочитай вопрос 1592 6 том открытым оком почему вы не советуете отдыхать днем лежа вот так это о работе ответ потому что это не только не полезно но почти всегда и вредно для здоровья и для последующей ночи будет бессонница будет болеть голова а главное то что жизнь слишком коротка и так одну треть приходится отдавать кровати и ее приборке притча 6 глава 9 11 стихи да коли ты ленивец будешь спать когда ты встанешь от сна своего немного поспишь немного подремлешь немного сложив руки полежишь и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как разбойник ты согласен 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 у нас никто днем не ложится слышишь Василий запомни никогда сидя вот так откройся чтобы в это время никто не бегал из дома ребятишек так мне 20 минут нужно заранее скажи через 20 минут прийти и разбудите если не заснул едет тебе это и не надо прилег и уже разбойник стоит рядом и шарит у тебя за пазухой воображение тебе не помогает это видеть но немного вроде бы и ничего не значит как бы не так Сирахова 20 глава 1 стих ни во что ставящее малое мало по малу придет в упадок вот у меня видишь вверху написано вон там 19 а тут 20 стихи это разница просто тут какой 20 глава 20 20 в интернетной версии тут по другому поисковик на 1 выше 20 то есть 19 по бумажному варианте так притча 24 глава 33 стихи немного поспишь немного подремлешь немного слежи в руки полежишь так притча 6 глава 6 стих поиди поиди к муравью ленивец посмотри на действия его и будь мудрым самое большое на что можешь посягнуть это прислонись спиной головой к стенке подремли или засни сидя на стуле но никак не более 20 минут все далее уже поплыл по прихоти платяшки своей она в гроб и вгонит ибо сон есть прообраз смерти ефесянам 5 глава 14 стих посему сказано стань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос притча 20 глава 4 стих ленивец зимой не пашет поищет летом и нет ничего каждый день можешь видеть подобие свое входя в дом и выходя притча 26 глава 14 стих дверь ворочается на крючах своих а ленивец на постели своей вот так дверь свою открываешь закрываешь и вспоминай сразу что это к тебе не относится подчеркивается на постели поэтому и не ложись а если на ночь лег то сон должен быть в усладу и тебе не придется ворочаться а как ладонь под голову подложил так и не шелохнувшись утречком и соскочишь отпечатав на щеке свою подушечку трудовую днем спать преступлением читает ион златоуст говоря что святые по ночам молятся а днем на физических работах подвязаются они ночь превращают в день так сурова жизнь бодрствующих ангела во плоти а ты ленивец день превратил в ночь смежив синие и жив смежив синие веки свои так опухшие от переспания притча 26 глава 16 стих ленивец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдуманно в житиях часто подчеркивается что такой-то из них никогда не ложился а спал или стоя или опершись над что-то или иные способы придумывали чтобы так только вообще никогда не ложиться я к этому не призываю но утверждаю что днем спать не полезно если конечно ты не больной по-настоящему с переломом или после операции когда человек дремлет спит то он ничего не понимает не научается беднеет а погибель его рядом бодрствует 2 Петра 2 глава 3 стих и из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами суд им давно готов и погибель их не дремлет Серахов 22 глава 7 стих получающий глупого то же что склеивающий черепки или пробуждающий спящего от глубокого сна рассказывающий что-либо глупому то же что рассказывающий дремлющему который покончание спрашивает что ничего нету так на заглав спанье днем спанье спанье вот так теперь дальше продолжаем если мы будем читать сегодня час этот библию то не хватит нам на службу если будем сегодня один час читать новый завет уже 6.40 то в 7.40 мы закончим это не считая вопросов еще еще один вопрос хотя бы потому что нас ждут вот так маленький вопрос и ответ казался побольше ничего посмотрим вам рядом здесь идти большой у нас всегда большие темы нам есть что сказать а те которые лают там свора это как я называю кодла у них ничего нету они безумствуют а мы даем людям направление нужное да помилует Господь всех и врагов и истину Господня да не сокровит никто итак вопрос вопрос 1815 7 том открытым оком погасить навсегда в плоти похоть сразу ли удается подвижникам погасить навсегда в плоти похоть сразу ли удается подвижникам вопрос задан так ответ то средство какое Бог дал они отвергли а пользовались примочками страшным напрягом и в конце концов некоторые осознали что здесь не будет им победы бытие 2 глава 18 стих и сказал Господь Бог нехорошо бы человеку одному сотворим ему помощника соответственного ему 1 коринфянам 7 глава 9 стих но если не могут воздержаться пусть вступают в брак ибо лучше вступить в брак нежели разжигаться что тут непонятно 1 коринфянам 9 глава 5 стих или не имеем власти иметь скутницу и сестру жену как и прочие апостолы и братья господни и кифа апостолы и братья господни и кифа все были женаты они считали там бисердевство пустыню прятаться все это придумали монахи враждебные евангельскому духу враждебные люто тон речи оправдывающегося апостола говорит что в невыгодном в положении упрекаемого быть может от других является неженатый а как раз одинокий к которому относятся слова бога выдуманное монашество не могло по своему уставу принять в себе апостола петра и братьев господних потому что иноки уже по ангельской шкале подвязались и даже выше или ниже по схеме схеме они потеряли власть иметь женой спутницу потеряли по человеческим вымыслам псалом 118 стих 113 вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю это я отвечаю и одновременно ссылаюсь на святую библию ответы одновременно на жития святых на труды святых отцов и на каноны и вот теперь говорю так Лука 7 февраля по старому стилю поднимите он ростовскому кавычки открытые ненавистник же добра дьявол хоть и всегда был побеждаем всем храбрым воинам христовым однако снова задумал воздвигнуть против него брань желая нанести ему оскорбление и зло он своими кознями устроил следующее по его наущению из одного ближнего селения пришли к святому три женщины с плачем и рыданием припав к ногам его они стали исповедовать свои тяжкие грехи и просить дабы он своим добрым советом и молитвой исцелил их души святой лука желая всячески избегнуть их до куки и устраниться от них отослал их к ереям так как сам не имел всего чина но был лишь простым непосвященным монахом однако женщины эти не послушали святого и он услышал здесь от них исповедание самых ужасных женских грехов когда эти женщины ушли враг людей псалом 10 стих 2 ибо вот нечестивые натянули лук стрелу свою положили к тетиве чтобы во тьме стрелять в правых сердцем снова напал на святого скверными помышлениями и в умерщвленных членах его возбудил греховную брань дождем слез угасил пламень сей ужасной похоти и таким образом с помощью божию стер главу адского змия многие приходя к преподобному луке по своим нуждам и нарушая дорогое для него безмолвие докучали ему и он задумал уйти в более пустынное место ничего евангельского нет люди уже идут к нему от людей прячутся какой-то человек ненавистищий ни о спасении ни о чем речь идет ну хоть как объясняйте где-то до слова Христа идите ко всему миру тебе люди приходят нет похоть ну похоть написано женись и все кончилось тебе не надо будет ждать когда тебе принесут картошки свой огород жена ребятишки работают как все естественно придумали самое неестественное только по канонам соборов вселенских и по местных и по правилам святых отцов видно как стонали монастыри сколько невероятных историй похороненных были пустынь правила это возникает не за столом у химиков не в кабинете идеолога а когда уже детище нахимичит как будто уже явно что нужно принимать правила менять статью в конституции вот только всего лишь несколько правил против монашеской вольницы их консервации на евношеском ложе кавычки открытые из монастыря не выходить четвертый вселенский собор четвертое правило что же скажем о сегодняшних монахах и иеромонахах которые живут в миру живут совершенно мирской жизнью только официально не женятся а их женятся у нас был иеромонах и женился не у нас он отдельно ушел там старосильный грех слово мужи ложство сегодня им ничем не грозит даже епископу а во времена святого царя юстиниана эта статья работала безотказно кастрировать и отрезать детородный член это одно и то же каленым не одно и то же кастрировать а отрезать яйца ну вообще это там разные способы есть вот и все кастрировали а жеребца быка кастрируют но не отрезают детородный член но у людей отрезают или все или по одному я читал здесь прямо говорится отрезать детородный член каленым железом на лбу выгравировали тавро содумит и навечно заталкивали в рудники чтоб белого света никогда не видел и вот это знали уже вот и еще одно небольшое восемнадцатое правило седьмого вселенского собора как прятать женщин чтобы упаси бог епископ не положил на них глаз не худое что-то а просто ее лицезреть даже епископу нельзя как будто бы какого-то застоявшегося производителя жеребца ведут и все всех кобыл прятать надо первое послание к Тимофею 3 глава 7 стих надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую но пребывание жен в епископиях или в монастырях есть вина всякого соблазна всего ради если усмотрено будет что кто-либо имеет рабу или свободную в епископии или в монастыре поручая ей какое-либо служение да подлежит епитимии то есть она ни на кухне нигде не могла работать закосневающий же в том да будет извержен если случится с женом быть в загородных домах и восхочет епископ или егумен путь творить там то в присутствии епископа или егумена отнюдь никакого служения да не исправляет в то время жена но да пребудет особо на ином месте доколе последует отшествие епископа или егумена да не будет нарекания ну вообще вот здесь вот кавычки поставь откуда начинает вообще все достаточно понятно как это ужас просто считаешь как будто бы ну просто бешеный какой-то бык ведут и на любую телку он заскочит апостол же апостол же были женаты их там не хватает давай апостолы же были женаты и жены с ними проповедовали что-то схожее есть тут с Евангелием и с тем что-то схожее есть тут с Евангелием и с тем что есть у монахов ныне наказание против монахов вступивших в брак 6-й Вселенский Собор 4-е правило Василия Великого 6-е правило 18-е, 19-е, 60-е Антиохийский 19-е правило против одного греха правило лепили, лепили ничего не могли сделать послал колодец он ходит ученик ну ученик ничем больше не занимается только прислужит авиадин ну ординарис ну пошел почерпнул вернулся он пришел повернулся он смотрит на ученика а что с ним с тобой он какой-то как помешанный стоит что с тобой а что я же тебя за мной посылал ну да ну пришел принес чем а я первый ступивший на луну 3 года ухаживал за женой и он молчу и через 3 года провожая ее домой все он один раз только сказал пойдешь за меня я поняла я сейчас не отвечу еще 3 года придется ждать я с радостью сказала конечно Нейл 3 года у меня дородный брат был Василий Лапкин точно так же молчу ну и где-то там нашли ему невесту Нину она живая сейчас еще ну и привезли ее оставили в стене он молчит ну ты Василий как-то ты думаешь это что-то нет а взяли его силу просто вытолкнули в стенке-то он в стенках стоит и она стоит он стоял стоял зимой холодно пойдешь одно слово я говорит поняла больше от него ничего не должно есть конечно пойду и ребятишек нажили все отжили и умерли ходила с ним по грибы заблудилась я говорит с ума наверное сойду там такое было бабушка она жена начальника элеватора директора попалась там изнасиловали с внучкой вместе а ей 70 с лишним лет было но я испугалась она в лесу кричу Вася Вася нигде никого нету я налево направо нигде я залевел я залевел я залевел по полу эти грибы зачем пошла гляжу говорит он за соседей сосной там что-то стоит Василия что ж ты молчишь а что я должен говорить ну ты бы сказал что ты рядом ты живи еще ну ты же нашла меня вот и все так ангельский собор десятое правило если кто из девствующих ради господа будет превозноситься над бракосочетавшимися да будет под клятвою это правило никак не могло работать ибо превозношение над браком дано в самом кавычках ангельском чине монашества в словах Блаженного Августина о тусклых звездах семейной жизни это я отвечаю я должен знать творение святых отцов каноны правила кто сегодня отвечает какие там выступают священники речистые ну переберите всех кто есть никто не отвечает по Библии а только от себя от своего ума да они и правил этих не знают а таких правил то не много не мало а семь сколько правил действуешь сколько нарушает ни Осипов никто не знает определенные говорят о чем они говорили 719 правил действующих 413 каждый день нарушается каждый день в любом храме так это разнозначно тому чтобы член партии не считал себя в более выгодном положении чем не состоящий в партии большевиков так дальше сон по бездорожью есть кошмар мечты не сбывшиеся как бы наяву война ты прячешься земной пылает шар и люди мечутся в отчаянии ревут чем отличается действительность от сна что происходит в мире ежечасно тревожить может наша совесть нас и слово Божие глаголище ясно Бог хочет говорить а мы не слышим нам некогда мы заняты в обидах но вот уснули даже ровно дышим покойники ни важности ни вида быть может сон единственный момент где с нами может Бог поговорить нас вытащить из тьмы на белый свет мгновеньем пользуйся усталый перегрим крестьянину сны разгадывать нельзя но если крест показан был во сне что ворожба что сон крива его стезя слепой седок и на слепом коне всю ночь старушка замуж выходила старик кричал скрываясь от бомбежки а батюшка всю ночь не мог разжечь кадила пастух коровья собирал лепешки так приснится же такая кутерьма что слышал видел прочитал слепилась такой клубок страшилка без ума переженились топоры и пилы но иногда предупреждение сон не выходить в молитву углубиться прислушался глядишь и был спасен ожил мертвец и избежал убийства ложись читая да воскреснет Бог знаменем крестным оградись надежно мозгам дай отдых отпуск для сапог во сне чтоб душу враг не искорежил 6 сентября 2003 года то есть абсолютно все сказано что такое сон с юмором ну все я закрываю что тут надо написать на это спать днем нет или да а что тут жениться не жениться тут что-то было просто ну давай жениться не жениться давай все на этом сейчас сразу приступаем к другому все наше что-то не жениться